Добрый день, господа! Меня зовут Богдан Терзи, я руководитель рекламной компании Amelidius. И мы занимаемся тем, что продвигаем комплексно бизнес. И одно из наших основных направлений, в котором мы работаем, это защита репутации в интернете. Так вот, недавно один из наших клиентов, это компания «Центр биржевых технологий», был атакован, кибер-атакован мошенниками. И вот я хотел на конкретном примере показать эту ситуацию, рассказать, что происходит, как мошенники работают и, самое главное, дать инструменты по защите от таких вот атак. Я думаю, что это будет полезно сегодня всем представителям бизнеса, потому что в последнее время количество таких вот кибер-атак стало все больше и больше. И прежде чем я расскажу конкретно о мошенниках и о проблеме, я хотел представить сегодня людей, которые со мной на пресс-конференции. Это представители нашего клиента, компании «Центр биржевых технологий», Максим Рудик, управляющий партнер компании, Богдан Трасько, глава компании «Центр биржевых технологий», Елена Якубовская, руководитель офиса ЦБТ во Львове, и Дмитрий Ротарь, руководитель Черновецкого офиса «Центр биржевых технологий». Теперь перейдем к сути проблем. В общем, что случилось? Случилось следующее. Произошла кибер-атака на нашего клиента, клиента компании «Центр биржевых технологий» со стороны вымогателей. Вымогатели представлены двумя конкретными сайтами. Вы можете их видеть на слайде, forexbrokers.pro и chargeback.me. Смотрите, это два сайта, и под каждым сайтом есть конкретно своя мошенническая схема работы, и эти две схемы еще взаимосвязаны между собой. Расскажу подробнее. Первая схема. Суть ее в следующем. Мошенники пишут негативные, я бы сказал даже гадостные статьи про компании, потом вымогают деньги, чтобы удалить этот негатив из интернета. Соответственно, просят за такую услугу, за удаление, вымогают, я бы так сказал, 700 долларов и выше. Конечно, в принципе, для крупных компаний это не деньги, но нужно понимать, если вы один раз им заплатили, то, соответственно, с вас вымогать будут уже постоянно. Это самый чистый, откровенный рэкет, только такой в онлайн форме. Про то, что не вымогает 700 долларов и более, далее я покажу конкретно скрины переписки, где будет наглядно это все видно. Есть вторая схема, по которой работают мошенники. Суть ее в следующем. Любая абсолютно компания имеет как довольных клиентов, так и не совсем довольных клиентов. И, соответственно, вторая схема работает с клиентами, которые недовольны. Предлагают этим клиентам с помощью определенных юридических процедур вернуть часть денег, но за определенную предоплату. Предоплата это, как правило, от 500 долларов и выше. Клиент платит, вносит как бы предоплату, мошенник деньги забирает. Конечно, никаких движений по процессу клиента не происходит, а потом с ним просто прекращают переписку. Вот такие две основные, два основных направления. Сейчас я расскажу подробнее о том, какие уловки применяют эти мошенники. Нужно понимать все детали этой схемы. Итак, первое. Сайты, которые я только что показал, они зарегистрированы на офшорную компанию. Причем не просто офшорную компанию, а это офшорный остров в Тихом океане. Причем такой небольшой сельский остров. Значит, Вануату называется этот остров. Там якобы находится регистрация компаний, но никакого физического адреса там нет. Все это сделано для того, чтобы невозможно было определить организаторов этих сайтов, этих компаний. Мы видим это на слайде. У них в подвале сайта есть эта информация. Дальше. Второй момент, вторая уловка. Это то, что сайты эти зарегистрированы и находятся на хостере, который поддерживает очень серьезную анонимность. Что это значит? Это значит, что определить людей, на которых зарегистрированы эти два сайта практически очень сложно. Скажем так, обычный человек не может найти информацию об этих людях. Конечно, силовые структуры при желании, при полномочиях рано или поздно смогут эту информацию получить. И я уверен, что вскоре получат. Но обычный человек, конечно, сделать это не может. Следующий момент, на котором хотел бы остановиться. Это то, как мошенники продвигают свои негативные статьи, о которых я говорил. Поскольку сами по себе негативные статьи Google, алгоритмы Google, они очень любят, то продвигать их и делать так, чтобы они попадали в поле зрения клиентов, довольно сложно. Поэтому мошенники используют серые схемы. В их случае серая схема – это создание сетки сайтов. Что такое сетка сайтов? Они создают множество, это сотни, тысячи мелких сайтов. Все эти сайты связывают между собой довольно техническим, специальным способом. И самое главное, что потом эти сайты ссылаются на два основных. Те два основных, которых я показывал. И сила, вес, ссылочная масса, так называемая, переходит к этим двум сайтам. И эти два сайта начинают расти по выдаче Google. Таким образом, они обходят стандартные алгоритмы, можно сказать, обманывают Google и при этом набирают определенные позиции. Что происходит дальше? Дальше, соответственно, компании, некоторые, решаются заплатить. И когда они платят мошенникам, мошенники создают еще один новый сайт. Но уже с положительной историей о компании. То есть там положительная статья. А старая негативная статья, с нее делают редирект на эту положительную. И происходит на самом деле, по сути, расширение этой мошеннической структуры. Таким образом, компании как бы финансируют на самом деле расширение еще больше этой мошеннической схемы. А когда компания приходит к решению, что все, больше платить не будем, то эта положительная статья, которая была, с нее сносится позитивный контент. И вместо позитивного контента публикуется тот негативный, который был ранее. Но нужно понимать, что теперь эта статья стала еще более серьезней, еще более крепче в позициях Google. И с ней бороться будет еще сложнее. Это следующий момент. Далее. Хотел остановиться на том, как и кто кому платит. Когда клиент или компания все-таки принимает решение заплатить этим вымогателям, они, как правило, платят, ну вы, наверное, уже догадываетесь, на счета офшорных компаний. И понять, кто конечный бенефицар, то есть тот человек, который снимет эти деньги, тоже невозможно. Ну, скажем так, невозможно обычному человеку и сложно для силовых ведомств. И последнее, на что хотел бы обратить внимание, это на то, как ведут переговоры мошенники. Это интересная, на самом деле, штука. Когда вы начинаете с ними переписываться, они разыгрывают целый спектакль, значит, заставляя вас поверить в то, что у них огромная компания с множеством отделов, значит, и вы общаетесь с каким-то из представителей какого-то отдела. Вот, например, мы им написали письмо, они ответили, что получили это письмо, вот здесь на слайде, в первом верхней части это видно. И говорят, что мы передали ваш запрос другому сервису, ждите, это другой департамент вам должен ответить наша компания. Значит, а потом с этого другого департамента пишут вот буквально следующее. «Вас беспокоит третье звено технической поддержки ресурсов Forex Broker Pro». Ну, понимаете, то есть, на самом деле, понятно, что это один человек пишет со всех этих адресов, но создает видимость, как будто бы с вами общается какая-то огромная структура. Почему один человек, когда почитать все эти письма, которые отвечены, в них четко подслеживается почерк одного и того же человека. Причем хамство на высшем уровне, самолюбие, тщеславие, то есть, то, как они общаются, тон, это, конечно, изучать и улыбаться. Вот такой вот краткий арсенал из пяти уловок, которые применяют мошенники технически в своих сферах. Следующее, на что я бы хотел акцентировать внимание, на следующей проблеме, это проблема законодательства. Дело в том, что у нас действительно слабое законодательство. И я вот сложно себе представляю появление подобных аферистов в Америке или в Европе. Если бы такая компания даже там и появилась, то я уверен, что ее бы очень быстро ликвидировали. Чего нет у нас, к сожалению. Почему я так говорю? Потому что давайте вспомним конкретный пример. Зимой этого года, я думаю, вы все помните, поймали мошенников, которые продавали бумажные акции Тесла здесь у нас в Украине. Тогда СМИ многие об этом писали. Значит, и на самом деле это с одной стороны смешно, но с другой стороны нужно понимать, что аферисты работали долгое время. Они смогли обмануть украинцев на сотни тысяч долларов. И представьте, закрыли их только представители СБУ. Ну, то есть, насколько это иронично, смешно, но с другой стороны на самом деле это грустно. Это показывает, что у нас довольно слабое законодательство. Вот слайды этого задержания. И мы видим точно, что мы не защищены. Еще одну проблему хотел осветить. Это то, что сегодня участились случаи кибератак именно со стороны, с территории Российской Федерации, с территории так называемых ЛДНР. Вот конкретные примеры. Несколько лет назад, значит, несколько лет назад появилось множество таких атак, кибератак с тех территорий. Сначала они обзванивали государственные учреждения. Вы помните, как у нас часто минировались вокзал, аэропорт и так далее. Это все дело с целью, опять же, вымогательства денег и блокировки работы государственных вот таких вот предприятий. Потом аферисты поняли, что можно еще и на этом зарабатывать и начали терроризировать таким образом бизнес. Отели, рестораны в первую очередь. Делают они так. Звонят, говорят о минировании. Туда выезжает специальная группа. Вы понимаете, что выселяют всех жильцов, то есть если это отель. Это, конечно, дискомфорт. И так происходит, иногда доходило до 10 раз в месяц. Конечно, после этого звонят бизнесу и говорят, пожалуйста, плати нам от 100 до 500 долларов в зависимости от отеля. Разные были расценки. И мы перестанем терроризировать. Это вот и четко прослеживается нить. То есть спецслужбы видели, что эти телефоны конкретно, сигнал исходит из территории ЛДНР, из территории Российской Федерации. Такая вещь, такая закономерность сейчас есть. И интересно, что наши, конкретно в нашем случае, когда мы говорим об этих двух мошеннических схемах, этих двух сайтах, тоже прослеживается это направление. Почему? Если мы возьмем известный ресурс, называется он SimilarWeb, он вообще доступный, можно зайти и проанализировать эти сайты. И мы увидим, что основной трафик на эти сайты идет непосредственно, вот слайд здесь, идет из России, вы видите. И это означает, что мы практически уверены в том, что организаторы этих двух сайтов также находятся на территории Российской Федерации. И получается, что они находятся там, но атакуют и терроризируют бизнес украинский, который находится здесь. И это проблема, и поэтому необходимо в обязательном порядке находить какие-то инструменты. Что мы, собственно, и сделали. Наша задача выявить мошенников, понять, кто какие конкретно лица там находятся. И поэтому мы написали обращение к многим структурам. Здесь вот скрины этих обращений, можете видеть. Мы написали в Google, мы написали на хостер, где находятся эти сайты. Мы написали в службы, это киберполиция, в СБУ написали обращение. И к господину президенту тоже мы написали. Мы ожидаем получить помощь. На самом деле нуждаемся в помощи. И то, что мы хотим, на самом деле, это получить четкий алгоритм противодействия вот таким вот кибератакам. Не только для себя. Для любого бизнеса, который сейчас есть и развивается в Украине, формирует нашу экономику. Потому что мы видим, как с года в год такие вот кибератаки, вымогательства набирают обороты. Поэтому непосредственно мы хотим стать инициаторами и сделать так, чтобы у нас у всех, у всего украинского бизнеса был четкий пошаговый алгоритм, для того, как противостоять подобным кибератакам. Сейчас я хочу передать слово представителю нашего клиента, Максиму Рудикову, и он расскажет подробнее о компании «Центр биржевых технологий». Добрый день. Я расскажу о бизнесе, которым мы занимаемся. Это бизнес на финансовых рынках. Это очень старый бизнес, ему уже несколько сотен лет. Он очень популярный на Западе, в Европе и США. Там на финансовых рынках зарабатывают не только частные трейдеры-инвесторы. Также работают банки, страховые компании, фонды различные инвестиционные. У каждого практически человека, у каждой семьи есть свой финансовый консультант, который помогает им распределить финансовые активы. Профессия трейдера, она очень популярная, востребованная и высокооплачиваемая. Наверняка вы слышали, профессия белых воротничков, это вот и есть профессия трейдера. Джон Сорос, Воррен Баффет, это люди, о которых знает весь мир, и это люди, которые сколотили свои состояния на финансовых рынках. В этом бизнесе крутятся и зарабатываются очень большие деньги. А место, где есть большие деньги, притягивает всякого рода мошенников и аферистов. В Европе и США законодательная база и регуляторы контролируют этот бизнес. И как сказал уже Богдан, если там какие-то мошенники, аферисты появляются, их быстро отслеживают, отлавливают и сажают в тюрьму. В Украине с законами, которые регулируют финансовые рынки, ситуация гораздо хуже. И мошеннические компании, типа таких как ММСИС, типа аферистов, которые продавали акции компании Тесла, которых уже упоминал Богдан. И подобные им мошенники портят репутацию этого бизнеса и осложняют работу честных компаний. Отсутствие регулирования со стороны государства должным образом дает возможность также и другим мошенникам орудовать. Например, это Forex Brokers Pro. В чем заключается их деятельность? Они наносят урон репутации компании, занимаются шантажом и вымогательством. Центр биржевых технологий – это не брокерская компания. И, несмотря на это, все равно Forex Broker Pro включили ее в свой список. Это очередной раз говорит о том, что они готовят максимально большое поле для вымогательства. Чем же занимается Центр биржевых технологий? Это украинская консалтинговая компания. Мы консультируем клиентов по финансовым рынкам, по различным инвестиционным продуктам. У нас за время работы компании много благодарных клиентов, тысячи благодарных клиентов, тысячи успешных клиентов. Они говорят спасибо, слова благодарности компаний. Можно увидеть их видеообращение в интернете, в соцсетях, на наших ресурсах. Также для компании «Центр биржевых технологий» слово «социальная ответственность» – это не просто слова, это реальные действия, социальная ответственность бизнеса. У нас есть благотворительные проекты, мы повышаем финансовую грамотность населения Украины. Также мы плотно очень сотрудничаем с украинскими вузами. Обо всем этом подробно расскажут мои коллеги. Сейчас хочу передать слово главе компании «Центр биржевых технологий» Богдану Троцко. Он расскажет за программу финансовой грамотности и о сотрудничестве с украинскими вузами. Прошу вас. Спасибо. Здравствуйте. В связи с этой недавней атакой мошенников на нашу компанию, хотелось бы рассказать, чем все-таки занимается «Центр биржевых технологий». Миссия нашей компании – это повышение финансовой грамотности населения. И это не просто декларация какая-то, декларированные нами слова. Это конкретные действия. По всей территории Украины, во всех офисах, абсолютно бесплатно, тысячи, десятки тысяч граждан Украины посетили семинары нашей компании. Кто же сказал, бесплатно абсолютно. Семинары по повышению финансовой грамотности. Темы этих семинаров абсолютно разные. Начиная от того, как ввести семейный бюджет, как создать источники пассивного дохода, какие есть современные инвестиционные продукты или проекты. То есть и многие другие. Семинаров очень много. Кроме того, хотелось бы сказать, что «Центр биржевых технологий» работает по трем направлениям. У нас есть три основных направления. Это консалтинг, консультация клиентов. Это обучение и информирование клиентов. Сегодня хочу остановиться больше на информировании клиентов. На сегодняшний день в нашей стране «Центр биржевых технологий» чуть ли не единственная организация-компания, которая всерьез занимается повышением финансовой грамотности нашего населения. Наше государство недостаточно уделяет внимания этой проблеме. А если изучить опыт западных стран, США, Европы, мы увидим, что еще с школьных лет, с 8 класса, дети обучаются финансовой грамотности, обучаются тому, как управлять финансами. В связи с этим, что внимания достаточно не уделяется в нашем государстве, ни для кого не секрет, что в международных рейтингах, независимых рейтингах, Украина регулярно занимает последние места по финансовой грамотности населения. В частности, совсем недавно было исследование совместное Центрального банка Украины и агентства США, согласно которому, по результатам которого, Украина заняла последнее место по финансовой грамотности населения в Европе. И что самое обидное, самый низкий уровень финансовой грамотности как раз у молодежи. Для нас в Центре биржевой технологии это не секрет, мы давно об этом знаем и давно работаем с вузами. Лично я еще в 2013 году готовил студентов ряда вузов к участию в биржевой универсиаде, которая была инсценирована Украинской фондовой биржей и Министерством образования Украины. В последующие годы мы время от времени работали с вузами, но последние несколько лет мы очень плотно работаем с вузами, проводим лекции, семинары, тренинги, мастер-классы, приглашаем студентов играть в кэшфлоу, где это игровой тренинг, где в игровой форме обучаем управлять финансами, создавать источники пассивного дохода. Кроме того, студенты, которые хотят более углубленно разобраться в этом, имеют возможность пройти на базе наших офисов углубленное обучение, базовое обучение управлению личными финансами ЦБТ Беластю. Это уникальный курс, разработанный командой специалистов, который позволяет получить навык управления личными финансами и сформировать надежный фундамент для построения собственного бизнеса в будущем. Не так давно здесь, на Униан, мы проводили конференцию с представителями ведущих вузов нашей страны. На слайде мы можем видеть эту картинку. Нас поддерживает руководство вузов. Мы сотрудничаем с вузами очень плотно и тесно. Вместе разрабатываем программы для повышения финансовой грамотности студентов. И многим студентам это без преувеличения дало путевку в жизнь. Я скажу больше, что это не только полезно для студентов, для тех, кто с нами работает. Это полезно в целом для страны, потому что финансово образованные граждане, успешные граждане, которые имеют зарабатывать, распоряжаться своими финансами, это залог стабильной и независимой страны. Также хочу отметить, что я всегда говорил, что богатые люди – это богатое государство. И если граждане нашей страны будут финансово грамотны, то здесь не будет места мошенникам. Мошенникам будет очень сложно ввести в заблуждение человека, который финансово грамотен и разбирается в финансах. Но боремся мы с мошенниками не только путем информирования клиентов, путем информирования граждан нашей страны. Еще с 2013 года наша компания «Центр биржевых технологий» принимала активное участие в разработке законопроектов для урегулирования финансовых рынков в нашей стране. И если у нас будут законы такого уровня, как в США, как в Европе, то, конечно же, мошенникам здесь места не останется. И они не смогут находить лазейки, обманывать людей. Наша компания ставит целью перед собой, и я лично ставлю такую цель, чтобы финансовые рынки в Украине были максимально прозрачны, а все участники, включая клиентов, граждан нашей страны, были максимально защищены. И когда мы это сделаем, а мы обязательно это сделаем, ситуации, подобные той, из-за которой мы сегодня собрались, уже не смогут повторяться в нашем государстве. И люди будут защищены, будут успешно, будут зарабатывать. Также хочу передать слово Елене Якубовской. Она руководитель львовского филиала нашей компании. Елена расскажет о взаимодействии нашей компании с клиентом и о успехах наших клиентов. Елена Якубовская, как уже сказали мои коллеги, Центр биржевых технологий допомагает украинцям отримать финансовые знания о эффективных направлениях инвестирования и биржевых торговли. Мы проводим семинары с финансовой грамотностью инвестирования, которые каждый месяц отмечают от 800 до 1000 людей. Это здравоохранение на финансовых рынках, а также курсы навчания, анализу и торговли на биржах. Досвідчені финансовые консультанты Центру биржевых технологий щоденно консультуют наших клиентов щодо правил управления капиталом, вигідных инвестиционных инструментов и их дохідностей. И именно поэтому наши успехи в цей сфере являются незаперечными. Про это свечать тысячи вдячных отгуков наших клиентов. Больше того, я хочу дозначити, что это обычные, реальные люди, которых вы можете найти в социальных мережах и особисто с ними поспілкуватись. С Центром биржевых технологий люди изменяют власть на життя и получают финансовую свободу. Так, клиент Центру биржевых технологий М. Львов Игорь Верещинский за допомогою консультирования и субпроводу наших фаховцев заробил с 10 тысяч долларов 64 тысяч долларов. Він вдячен компанії за то, что он полностью изменил своё життя и трейдинг став основным джерелом его доходу, и теперь он может побачить свит. Завдяки пасивному проекту клиент-львивянин Игорь Костюк сбільшив свой депозит майже втричі с 15 тысяч долларов до 43 тысяч. И таких людей много в всей Украине. Наши успешные клиенты это наша гордость. Само тому Центр биржевых технологий будет продолжать свою консультаційную деятельность, мы будем вчити людей, как правильно распоряджаться своими финансовыми ресурсами, как сделать так, чтобы гроши працювали на них и час так же. Кроме того, Центр биржевых технологий займае активную громадскую позицию. Мы беремо участь у різных місцевых заходах. Так, нещодавно мы презентовали професію «Биржевый трейдер», професію майбутнього дитям в рамках международного проекта «Місто професії». Також Центр биржевых технологий реалізует благодійные проекты для тех, кто опинився в скрутных жизненных обстоятельствах. Больше детально про это расскажет мой коллега, керівник Центру биржевых технологий у Чернівцях Дмитро Ротар. Дякую. Так, сегодня уже дейсно много было сказано про нашу политику открытости и про социальный аспект деятельности Центру биржевых технологий. Не менее важливой для нас есть благодейность. Проект «Помоги» діє в усіх офисах компанії і надає допомогу всім, хто її потребує, у всіх містах України, а всі співробітники компанії беруть активну участь у благодійних заходах. Суть проекту полягає в допомозі і підтримці тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Насамперед, це дорослі та діти з важкими медичними діагнозами, як у тонкохворі дітки Київського дитячого центру «Дача», або півторарічний Матвій Чехцевський, в якого важка недуга, гостра, мілоїдна лейкемія і на лікування якого потрібна сума до 250 тисяч євро. Також це багатодітні сім'ї, сім'ї з неповними, діти з неповних сімей, діти позбавлені батьківського опікування, які перебувають в інтернатах, дитячих притулках та будинках малята. Це, наприклад, дітки чернівецького притулку для дітей, або дітки дитячого дошкільного будинку номер один міста Львова. Також ми надаємо допомогу пенсіонерам, ветеранам війни 89-річній Олександрі Івановій з Одеси і 93-річному Вадиму Бойку з Києва та інвалідам 20-річному дніпрянину Сергію Радченко та 30-річному львів'янину Руслану Митюку з діагнозами дитячий церебральний параліч. Загалом, це всі ті, хто потребує цілком конкретної допомоги тут і зараз. Окрім того, з початком збройного конфлікту на Сході України з'явилися нові категорії людей, які потребують допомоги. І Центр біржової технології не залишився острим від цієї проблеми. Ми активно допомагаємо ветеранам АТО в усій країні Олександру Гуцеляку та Василю Юрченку. І не залишаємо без уваги осіб-переселенців з непідконтрольних територій. Як от сім'ю Нікейенко з Луганської області або сім'ю Бутенко з Донецької області. Приїжджаючи до всіх цих людей, в їх сім'ї, ми привозимо необхідні ліки, продукти харчування, медичне обладнання, іграшки, дитячий одяг та багато чого іншого. Сьогодні, на жаль, економічна ситуація в країні призвела до катастрофічного зниження рівня життя. І багато людей опинилися в зоні бідності, багато людей позбавлені елементарного. Втрата роботи або страшний діагноз можуть стати вироком для багатьох. Тому наш проєкт актуальний і життєво необхідний. На сьогоднішній день, беручи участь в проєкті «Помоги» Центр біржових технологій, надав допомогу і подарував надію сотням людей. Ми успішна компанія і вважаємо своїм обов'язком допомогу суспільству. Ми робили це до сих пір і будемо це робити в майбутньому. Дмитрий. Хочу подитожити і вернутися к проблемі нашої заявленої, це кібермошенничество. В цілому, потрібно розуміти, що атаки на такі компанії, як Центр біржових технологій, українські компанії, будуть 100% ще повторяться. і конкретно, якщо ми говоримо о мошенниках, котрих я заявил сьогодні, то ми їм відказали, конечно же, виплачувати, і вони, естественно, не доволі. І вже прислали нам письмо з угрозою того, що нас ждуть тяжелі времена. На слайде я показував переписку с ними, там можна було прочитати, що вони угрожають нам. І в связі з цим ми, конечно, готуємся к очередной волне негатива, атаки на компанію Центр біржових технологій. І я сейчас расскажу, що конкретно ми будем делать для того, щоб защищаться. І то, що я расскажу, ці конкретні шаги по защите, я рекомендую применять всем бизнесменам в Україні, всем бизнесам, хто окажется в подобной ситуации или хто уже оказался. Поэтому, первое, на чому хотів би акцентировати внимание, це, що необхідно объєдняться против общего ворога для защиты. Поэтому, ми вже сейчас переписываемся, ведем общення с компаниями, які також пострадали вже от этих мошенників. Іх много. І ми іниційували создання такого общего обсуждення по защите. Це дуже важливо, на самом деле. Второе. ми сейчас йдем к тому, що вскоре получим решення суда о запрете этих двух сайтов на территорию України. Ми його получим совсем скоро. І после того, как ми получим це решення суда, ми з цим решення суда відповіемо, заявлення хостеру, щоб він заблокировав роботу цих сайтов вообще в целом на территорию всього мира. І я рассчитываю на то, що хостер це сделає, коли у нас буде соответственно решення. Такі жі шаги я рекомендую делать всем остальним компаниям, які окажуться в подобій ситуации. Более того, ще я рекомендую всем писать жалобы. Некоторые считають, що це не работает, це не так. Куди жалобы писати? Якщо вас разместили негатив в інтернете, це можуть бути в соціальні сети, пишіть в администрацію соціальних сетей, ютуб, администрацію ютуба, гугл, тот же хостер і все остальні. Причем очень важно, це не должен сделать юрист написати одну какую-то жалобу і відправити. Работають немного другие механизмы. Чем больше вы напишете жалоб, тем больше вероятность, что вас услышат. То есть здесь работает принцип количества. Многие ресурсы работают так, что если они получают огромное количество жалоб, тогда они начинают обращать только внимание. Поэтому попросите своих сотрудников, чтобы они отправляли все жалобы на какую-то недостоверную информацию. Сделать это как можно больше. Практика показывает, что чем больше, тем лучше. Еще что можно сделать? Можно дать небольшой отпор этим негодяям и усложнить им немного жизнь. Например, они на своих сайтах разместили имейлы. И можно писать, если у вас есть имейл вашего, мошенника, который вымогает, можете писать ему на имейл много писем. Пусть они будут в работе постоянно, пусть они читают, перерабатывают эти письма, пусть они захлебнутся в этой информации. Если у вас много сотрудников и каждый будет писать по 3-4 письма в день, это сотни тысячи писем в месяц. И поверьте, для них это будет сложно и тяжело отличить ваше письмо от действительно какого-нибудь человека, который пошел у них на поводу. Это точно усложит им жизнь. И в целом хотел бы подытожить, что конечно кибермошенничество сейчас набирает обороты. Основные причины, как мы выяснили, это недостаточная законодательная база. И второе, как сказали коллеги, это низкий уровень финансовой грамотности. Это конечно же нужно исправлять и мы хотим сделать так, чтобы у всего украинского бизнеса был четкий алгоритм того, как необходимо защищаться в случае таких кибератак. Важно понимать кто твой враг. Установить личность этого врага. Это очень важно почему? Потому что когда будет понятно с кем вы имеете дело, понятно как эффективно ему противостоять этим людям. А мошенники, которые атаковали центр биржевых технологий, сейчас тратят большие ресурсы на то, чтобы оставаться анонимными, оставаться в тени. Не просто так. Но я думаю, что совсем вскоре мы с помощью вот тех шагов, которые я описал, сможем добиться того, что они будут заблокированы и им сложно будет с территории Российской Федерации атаковать нас здесь. У меня на этом все. Берегите свою репутацию, защищайте ее. Сегодня это очень важно, потому что интернет глобален, сети открыты, и сейчас очень важно быть открытым, чистым, прозрачным, а для этого поддерживать высокий уровень своей репутации. Берегите ее, знаете, как ее защищать, ну, если нужна какая-то консультация, мы в компании Amelidius всегда готовы проконсультировать, помочь, подсказать, как все правильно организовать. У меня на этом все. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok